Я все-таки нашел гнездо орла на белохвоста. Вот он летит. Вот они беспокоятся и кричат, вот он там летает. А вот и само гнездо. Оно просто огромное. Орлан белохвост очень крупная птица. Пожалуй, одна из самых крупных хищных птиц. Очень большое гнездо. Возможно, видео не передает масштаб, но гнездо действительно большое. Расположено оно на Осине. Построено оно на Осине. Беспокоится. Беспокоится орлан. Ну, хочу сказать, что то гнездо, которое я искал изначально, его уже нету. Потому что там, где это гнездо было, та осина сломалась. Видимо, ее свалило ветром. Упало. Ну и гнездо тоже разрушилось. Поэтому я отыскал новое. Да, гнездо впечатляет и своими размерами, и своей недоступностью. Возможно, вскоре я предприму попытку залезть туда. Но не на это дерево, не на эту Осину, на которой построено гнездо. Возможно, на какую-нибудь из этих. Что-нибудь слева. Слева или справа. Конечно, очень интересно посмотреть, как там живут птенцы. Сколько их. Скорее всего один или два. Но то, что там есть птенцы, это совершенно точно. Потому что под гнездом я увидел помет. Свежий помет. Ну, свежий или не свежий, не знаю. Но, в общем, помет там есть. Это верный признак того, что там есть птенцы. Если бы были просто там яйца, которые насиживает самка, то, естественно, помета бы не было. Взрослые птицы не испражняются возле гнезда. Ну, конечно, орлан беспокоится, потому что видит меня. Человек воспринимается ими, как хищник. Вот они, парочка орланов-пилохвостов. Немножко успокоились, сидят рядом. Беспокоятся орланы. Ладно, не будем им мешать выводить потомство, кормить и делать прочие свои необходимые дела. На сегодня наблюдений достаточно. Я сделал метку в GPS. Теперь это гнездо у меня в навигаторе. И я найду его всегда, в любой год, в любой день. Очень интересно и неохота уходить отсюда. Но, возможно, я появлюсь здесь еще раз. Так что, смотрите, следите за видео, подписывайтесь на канал. И я расскажу о многих птицах. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал.